Добрый день, дорогие друзья! С вами Марина Пастухова. И сегодняшний мастер-класс я бы хотела показать вот такие красивые резиночки. Также их можно сделать заколочки на зажимчиках. Вот такие у меня коралловые с беленьким. Вот такие забавные у меня клубнички красненькие с беленьким. Сегодня, так как ближе к 1 сентября, хотела точно такие же сделать, только черно-синее с белым. Вот такая вот одна заколочка у меня уже получилась. на зажимчике. Будем сегодня делать вторую пару к ней. Так, значит, к этому нам понадобится лента 4 сантиметра темно-синяя. Потом 2 5-сантиметровые ленты разного оттенка. Можно все 3 ленты сделать разного оттенка. 4 даже, можно сказать. Так вот, потом нам понадобится фетровая основа и зажим или резиночка. Серединка. У меня в этот раз вот такая серединка. Вот такие вот у меня есть бусинки. Можно, конечно, без бусинок. Не бусинка, а полбусинки. Они такие манюсенькие-манюсенькие. Если кто-то знает, где можно купить их в интернете, то буду благодарна, если скажите ссылочку. Потому что покупала их раньше на рынке, сейчас я их там не вижу. Очень маленькие и очень красиво они смотрятся. Так же можно использовать разные серединки. Не забываем, что как бы 90% успеха это серединка. Так же нам понадобятся ножнички, клеевый пистолетик, клеевый пистолетик, зажигалочка, ну и пинцет. Такие же я самые сейчас делаю. Вот черно-белые. С вот такими вот краями будет горошек. Тоже очень красиво к школе. Приступим. Отмеряем по 5 сантиметров. Получается на одну заколочку 21 квадратик. У меня 14 белых и 7-6... А, еще забыла показать, что здесь у меня 7 лепесточков. Она смотрится больше объемистее. А здесь у меня 6 лепесточков. Она поменьше. Сейчас вам покажу для сравнения. Видно, что это поменьше и это побольше. Я делаю здесь 6. Здесь 12 значит белых и 6 темно-синих. Этих тоже 4 сантиметра тоже 6. Сначала сделаем мы маленький лепесточек. Вот такой вот. Вот такой. Сложим напополам. Мне легче прижимать, прижигать краешки. Может кто держит в руках, но мне легче намного так работать. Сложим пополам. Сложим пополам. Потом ровненько сворачиваем. А потом наискосочек. Чтобы вдоль получилось. И также второй крышек. Ровненько. А уголочек наискосочек. Получается вот такой вот кругленький у нас лепесточек. Берем пинцет. Сложим пинцет. Сложим пинцет. Сложим пинцет. Вот. Получился у нас вот такой кругленький лепесточек. Так. Теперь будем делать непосредственно этот лепесточек, который у нас со спиралькой. Я так же само припаливаю кончики. И соединяю их так же. Спаиваю их между собой. Вот эти кончики. И теперь сворачиваю. Кто-то делает его ставить сюда капельку клея. И вот так вот пинцетиком захватывает, закручивает. Кому как удобнее. Мне удобнее по-другому. Покажу свой способ. Отворачиваю уголочек и склеиваю без этого уголочка между собой. Да, вот. Длиннее чуть-чуть. Ну, ничего. Вот. Соединяю. Теперь я вставляю его примерно вовнутрь. Потому что если вы его не вставите, потом можно испачкать изделие. Ставлю капельку клея. И пинцетиком теперь заворачиваю и приклеиваю. Вот получается у нас вот такой вот лепесточек. Подержали. Вытащили пинцетик. Получается вот такой вот завиточек. Берем еще сверху. Как на острый лепесточек. Только внутрь влаживаем вот эту спиралку. Можно здесь использовать просто вот такие вот. И к нему уже подсоединять. лепесточек. Ну, мне не понравилось. Вот. Я говорю, можно использовать все четыре ленты. Три. Три. И четвертая. Вот этот маленький. Все разного цвета. Это по желанию. Так. Обрезаем кончик. И опаиваем. Получился у нас вот такой вот красивый лепесточек. Срезаем край. И так же самым опаиваем. Вот такой край у нас получился. Я думаю, склеивать я при вас не буду. Что я ее уже подготовила. Основку склеила шесть штучек между собой. Лепесточки. Вот я склеиваю последний. Я работаю без монтажа сразу. Я думаю, как бы технику склеивания между собой лепесточков особо никого я не удивлю. Вот они склеиваются. Так же самым берем наш кругленький лепесточек. Который мы сделали. И наклеиваем их между собой. Смотрим, чтобы она так была симметричненько. Одинаково. Вот. Теперь берем вот такую бусинку. Или полу бусинку. Можно и без нее. Мне показалось здесь как бы такие вот похожие. Думаю, красиво будет. Ставим капельку клея. Аккуратненько. Она прилипает к пальчикам. Вот. Получилась у нас вот такая вот. Серединку, я же говорила, можно, то что мы сейчас приклеим. Можно поставить вот такую. Можно поставить вот такую. Вот такую. По желанию. Я беру такую серединку. И для лучшего схватывания я ее царапаю здесь. Ну, естественно, что такие царапать нельзя. Я ее так вот ее чуть-чуть как бы эффект наждачной бумаги тогда. Клей очень хорошо между собой вот схватывается. Наношу на бусинку и уже на само изделие. Берем фетровую основу и закрываем вот этот некрасивый наш край. Также, девочки, с большим удовольствием жду ваших оценок по пятибалльной системе. Как вы оцениваете мое изделие? Очень мне интересно в комментариях поставить оценку. Также не забываем пальчики. И подписывайтесь на мой канал. Будет очень много интересного. Получила я бусинки. Уже сделала из него браслетики, сережки. Подписывайтесь. Будем делать и бужиторию вместе. У меня вконтакте этот браслетик уже есть. Заходите, смотрите. Вконтакте я Марина Пастухова-Сомова. Может какие-то изделия вам понравятся. Отмечайте. Будем снимать мастер-классы. Вот такая красивая заколочка к первому сентябрю. Подойдет любой моднице. До свидания. Пока-пока. Пока-пока.